Куда и на что ушли бюджетные деньги, хотят знать инвалиды по зрению в Алматы. Они пожаловались нашим журналистам на плохой ремонт. На предприятии выпускают прищепки и шьют одежду. Вот только трудиться в таких условиях стало просто невыносимо. Нургалик Арабаев собственными глазами увидел то, что шокирует даже незрячих. Александр Малыгин 10 лет назад попал в аварию и потерял зрение. С тех пор он работает в экспериментальном предприятии для слепых. Сейчас мужчине 37. Здесь он делает прищепки. Александр жалуется, что передвигаться по территории трудно и опасно. Везде ямы и мусор. Как-то раз он даже провалился в траншею. Когда сезон дождей, здесь грязи по колено. Здесь, если отсюда вышел, дошел до цеха, то там надо перебываться, потому что сапоги грязные в грязи. В лужу падал, поскальзывался на глине тут. Здесь и зрячий попробуй, пусть пройдет, когда дожди пойдут. Неприятности обрушились на инвалидов в прошлом году, когда закончился ремонт. Подрядчики должны были обновить систему канализации, водопровода, электропроводку, проложить асфальт. В итоге теперь все приходится переделывать заново. Бесконечные жалобы чиновникам не помогают. Они нам говорят, вот машины проезжают, поэтому у вас много машин проезжает, поэтому асфальт у вас не выдерживает. Но это просто анекдотично. Ведь до этого у нас и старый асфальт был, не проваливался, держался, все было нормально. Когда дожди идут, на территории огромные лужи, которые инвалиды купаются. Ну, в общем, всячески отфутболивает нас во все эти другие инстанции, которые не имеют никакого отношения. На предприятии так и не заработала новая котельная. Инвалидам приходится в зимние дни согреваться обогревателями. Стоит отметить, что весь этот ремонт проводился по госпрограмме за счет бюджета. Тендер проводил городской Акимат. Это парковая зона, которую должны были обустроить строители. Но, как видим, здесь все заросло зеленью, кругом мусор. Что говорить об инвалидах, если здесь передвигаться сложно даже зрячему человеку. Можно провалиться вот в такие ямы, которые после себя оставили строители. Мы обратились в городской Акимат, там обещали прояснить недоразумение. Но больше на связь с нами так и не вышли. Теперь инвалиды решили ехать в Астану и там искать помощи. Возможно, в столице не станут закрывать глаза и разберутся, на что в итоге были потрачены бюджетные деньги. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, 31 канал.